Всем-всем большой привет! Самое сложное для меня видео это ароматы. Но подошло время рубрика ароматы месяца снимать. И давайте я вам покажу, что же я отложила на сентябрь месяц. Дело в том, что я вообще эту рубрику до сих пор так и не решила, как лучше снимать. Было время, что я и все ноты выписывала, тех ароматов, которые буду показывать. На это уходили просто долгие часы. Было, что я свое мнение говорила, как я слышу. Но тогда оно становилось чуть-чуть однообразным. Но вот сейчас тоже уже четвертое число. И как бы я все чувствую тяну и тяну со съемкой этого ролика. И решила, что чем проще, тем лучше. Все-таки я буду показывать ароматы. Те, которые отобрала я, значит расскажу свое мнение. Это не реклама ароматов, это не какое-то информативное видео. Это просто такой, знаете, домашний канал и вот такое домашнее видео, где я показываю то, что я хочу, чем хочу пользоваться. То есть не предлагаю покупать то, что у меня. Поэтому на ноты обращать внимание не буду, просто свое восприятие. В этом месяце я взяла пробник. Это новинка от Avon. Двойной аромат. Аромат нежности и страсти. Два в одном. Мне очень понравился этот аромат. В обоих исполнениях. И нижний, и верхний. Нижний более такой цветочный. Нежный получается аромат. А в вечерний добавляется теплота, такая томность, терпкость. И вот, наверное, страсть это вот эта вот сладость вечерняя. Понравился этот аромат. Я его поставлю посерединке. Потому что он такой, знаете, двойной. Тут и свежесть есть цветов, и есть сладость. Поэтому в одну сторону у меня будет уходить свежесть от него, а в другую сладость. Из свежих ароматов в этом месяце я взяла эскаду. Вот такой аромат. Вот он какого цвета есть, так он и слышится. Яркий, солнечный, взрывной такой, не знаю, веселый какой-то аромат. Свежести, движения ветра. Тут букет цитрусов, я так думаю, должен присутствовать. И что-то такое свежее, яркое, приятное, позитивное. Очень люблю этот аромат. Мне его подарили, подарила Викуля из Рыбинска. Спасибо тебе огромное, Вик. Реально хороший аромат. И благодаря тому, что у меня их слишком много, конечно, не часто рука тянется. Но вот в этом месяце прямо я считаю, что он сентябрьский как раз вот на золотую пару, на бабье лето, он будет очень хороший. Из таких цветочных, милых моему сердцу ароматов идет от Avon Fleur. Обожаю я этот аромат. У меня к нему, вы знаете, какие-то вспышки нежности и любви. То спокойствие, то снова я к нему возвращаюсь. Этот аромат свежий, цветочный. В нем есть. Ну, вы знаете, я вот называю это свежестью цитрусовой. Но, возможно, вот что-то клюквенное. Даже вот такая вот кислинка есть. И эта кислинка идет в сладости, в небольшой. Ее не все слышат, но я вот слышу. И вот как вот он есть, такой стройный, красивый. Вот сам флакон. Посмотрите, и тот идет, как бы градиент, да, в цвете. И в этом они чем-то созвучны. И мне кажется, из одной, как бы, знаете, линейки ароматов. То есть вот они на теплое, приятное время года. Вот лет, но и на жару подойдут. И вот на тепло. От них веет такой вот какой-то прохладой и свежестью. Отобрала еще один аромат. Этот аромат не дает покоя многим. Это Алена Ахмадулина. Вы знаете, этот аромат, он тяжелый. В нем есть грейпфрут. И этот грейпфрут ложится небольшой тяжестью. Но вечером в прохладу, даже в такую, в летнюю прохладу, когда вы наносите его именно на улицу и чуть-чуть совсем, то вот эта вот горчинка, она раскрывается как-то, ну, по крайней мере, на моем теле как-то по-особому. И этот аромат раскрывается на мне красиво. Но его не надо перебарщивать и им не надо пользоваться дома. По крайней мере, так для меня. Это совершенно не офисный аромат. Это аромат на улицу. Когда вас обдувает ветерок, и вот этот аромат, как, вы знаете, шлейф от вас отходит, какой-то исходит, вот тогда он красив. Я так думаю, что это из тех ароматов, которые не кончаются никогда, потому что на особый случай только им можно пользоваться. И он будет все время практически целым. Спасибо, Оленьке, которая мне его прислала. Я за него очень благодарна. На самом деле, он мне нравится. Но у него свое время и свое, как сказать-то, ну, определенный момент тоже для этого аромата. Самый мой любимый аромат в моей коллекции это Шанель. Шанель Шанс. Нет. А, ну да, Шанс. Я что-то это заела мне. Шанель Шанс. И вот у него вот внизу, видно, как название идет. Очень люблю этот аромат за его свежесть. И у него настолько красиво вот эта вот цитрусовая нота раскрывается в цветах. Это просто бесподобный аромат. Мой самый любимый. Я очень люблю, как он раскрывается именно на мне и именно летом и теплым сентябрем. Берегу, конечно, я его. Тут вот тоже какая-то информация есть. С огромным удовольствием пользуюсь. Нравится. Очень нравится этот аромат. Как у него поставить, чтобы было видно. Любимый-то и не в лес. Следующий аромат, который я хочу показать. Он у меня такой, знаете, он вообще самый новый. Пока я им еще не пользовалась. Он только-только ко мне приехал в подарок. Оль, спасибо тебе большое. Сегодня твои ароматы тут прямо много их получилось. Это аромат жасмина от Арифлейм. Аромат считается моно. Но мне кажется, к жасмину я здесь слышу еще что-то. Как-то вот он раскрывается. Даже я вначале перепутала. Подумала, что пахнет цветами фруктовыми. Ну, там цветы вишни как-то вот так. Ну, приятный такой аромат. Буду его тоже носить. Он подходит, как мне кажется, и для офиса, и для дома, и на выход. Быстро выветривается, но это не страшно. Тут объем хороший, можно обновлять. Очень полюбившийся мне аромат Viva La Vita. Это от Avon. 30 мл. Я его покупала сама. При моем изобилии коллекции. Не смогла пройти мимо этого аромата, когда выпустили в мини-версии. Очень нравится. У меня он был в подобном объеме. Ну, 10 мл. в общем, в маленьком объеме. И я им с удовольствием пользовалась, пока не закончился. Это цветочно-фруктовый аромат. И в нем есть такая красота, которая есть и в Шанель Шанс. У них даже есть какое-то, мне кажется, перекличка какая-то. Что-то есть общее. Хотя ценовая категория, конечно, несравнима. Но, тем не менее, вот в Viva La Vita есть красота вот этого Шанеля. Этой водички Шанель Шанс. Дальше. Аромат, который тоже не давал мне покоя, в который я просто влюбилась. Это от Oriflame. Вот его бы я тоже отнесла, как Viva La Vita, только у него сладости больше. В нем есть свежесть, цитрусы и есть сладость. Это такой красивый аромат, что я готова им просто дышать. Я его наношу и дома, и на выход. Вот только начала с первого числа, поэтому он тут еще совсем полный. Он ко мне приехал вместе с Жасмином от Оленьки Крюковой. Прямо вот-вот совсем недавно. И с огромным удовольствием он занимает почетное место на моей полочке. И весь сентябрь, я так думаю, он меня будет радовать. Надеюсь, активно. Аромат вечерний. Шармант. Тоже приезжал ко мне от подписчицы в подарок. Ее завали тоже у Оленька. Ну и зовут. Не знаю, смотрит Оля меня или нет. Но вот такой вот приятный от Faberlic аромат ко мне приехал. Я его очень люблю. Есть у них Шармант такой и Кокет. Оба аромата люблю. Они в них содержатся, или как, входит в базу роза. Аромат розы для меня очень приятен. Именно этот аромат я люблю действительно вечером. Вот он как есть, темно-синий. Я его люблю вечером. Могу и дома наносить, и на выход. И он мне очень-очень нравится. Приятный, приятный он такой. Может быть, в нем есть вот, как от розы, небольшая тяжесть. Но в нем есть и цветы. Небольшая свежесть тоже в нем присутствует. Дальше покажу несколько ароматов достаточно сладких. Леночка Никандрова привозила, присылала мне Miss Mirais Black. Он остается моим любимкой. Это достаточно сладкий, теплый. Вот просто как теплая одеялка аромат. Он мне напоминает тепло камина. Не знаю, какое-то вот настолько приятное, уютное тепло. Если вы любите сладкие ароматы, то этот аромат вам понравится. Он бесподобный. Он просто вот, не знаю, как тепло маминых рук для ребенка. Вот, наверное, вот так вот для меня ассоциируется. Дотянусь. Еще один аромат это фаровый голд. Вот, ко мне только что приехал такой аромат от Оленьки из Тюмени. Спасибо тебе, Оля, огромное. Люблю я этот аромат. Вообще, фаровый голд. Это продолжение фаровый, целые леднейки. У них там их 4 или 5 уже ароматов на самом деле. Этот тоже, как и все остальные, достаточно сладкий. Для кого-то, возможно, приторный. Он чем-то перекликается с Miss Mirais Black. И он вот, то, что я сейчас описывала, вот Miss Mirais Black, я могу отнести и к этому аромату. Опять же, те, кто не любит сладость, может душить. Но для меня это очень красивый, теплый, вечерний, на прохладу аромат. Могу даже дома. Но не больше одного пшика дома. Вот оба эти ароматы, они хороши, но в разумных количествах, чтобы не переборщить. Иначе может эта сладость кого-то из близких душить. И совсем домашний аромат. Это вот такой вот кексик. У меня их целых 3. Мне прислали их на обзор, и все 3 стали моими домашними любимками. Просто обожаю я эти вот кексики. Sugar Baby. У меня этот шоколадный. Вишни есть, шоколад и ваниль, что ли. Приятные такие дозаторы. Аромат, ну не знаю, действительно кексы шоколадного. Он недолгий, нестойкий, быстро выветривается. Ну как быстро, в течение часа, может быть. И потом с удовольствием его по новой наносишь на себя. И как украшение полочки он неплохо смотрится. И раскрывается приятно, так тепло пахнет. Он подходит даже, вот у меня ребенок мальчишка, говорит, мама, он, мне кажется, даже какими-то конфетами пахнет мальчишечными. То есть его можно даже и детям, причем без разницы. Но если маленький мальчик, если взрослый, то, конечно, он сейчас у меня переходит на такие более мужские ароматы. А вот детки, которые помладше, мне кажется, хоть мальчику, хоть девочке, и то будет приятно на себя такое нанести. И он не будет смотреться, как будто там у мамы аромат забрали и пользуются. Приятный. То есть у меня ребенок его все время хвальтует. Ой, мама, опять ты шоколадкой пахнешь. То есть ему нравится. Два аромата, которые я очень полюбила, и они, наверное, у меня в пустые баночки, я думаю, попадут. Потому что, если посмотреть, их осталось совсем капелька оба. Первый – это «Мелодия» от «Фаберлик». Этот аромат просто стал моим любимым ароматом. Но одним из любимых, если правильно сказать, потому что у меня тут все любимое же. Не раз я говорила, что я достаточно всеядная. Ну, молодая я любила только сладкий аромат, и цитрусы не признавала. А сейчас, видите, как стала дважды молодая. То есть я теперь и это признаю, и это. И каждый красиво раскрывается в свое время. «Мелодия» – это цветы и фрукты. Я не знаю, входят ли сюда фрукты, но есть сладость. Но такая сладость, знаете, как сладость пиона. Или, либо какая-то фруктовая здесь сладость присутствует. Очень приятный аромат. С огромным удовольствием мы его допользуем. И будем по нему скучать. Купить, наверное, не куплю. Но, по крайней мере, в ближайшее время. Просто из-за того, что у меня большие запасы. Если бы у меня запасов не было, я думаю, что этот аромат я бы с удовольствием повторила. В полной версии даже. И тоже от Оленьки Крюковой. Еще один аромат сегодня. Много от нее ароматов приехало. Не приехала, а использую. Так получилось случайно. Это аромат из набора, где было три флакона с разными ароматами. Повторяюсь, конечно. Масло масляное, но тем не менее. Приятный домашний черри аромат. Я им... Хоть написано черри, если я правильно вижу. Но пахнет цветами. Вы знаете, такая классика. Классика цветочного аромата. Такого парфюма. Мне кажется, это туалетная водичка. Очень приятный. Дома я с огромным удовольствием сижу. Особенно, когда я смотрю у кого-то из девчонок ролики, где есть парфюмы. У меня рука почему-то тянется сразу именно к этому, к малышке. И я наношу его на себя. И сижу довольная. Дальше слушаю. Вот столько ароматов, парфюмов, туалетных водичек выбрала. Я на этот месяц. Надеюсь, ни одна из них не останется незамеченной. Всеми я воспользуюсь. 30 дней, я думаю, успею попользоваться. Какими-то больше, какими-то меньше. Расскажите, какие ароматы из этих есть у вас. Какими пользуетесь, какие любите. Ну, какие не любите, можно не рассказывать. Лучше, какие любите. Спасибо огромное за внимание, за просмотр. И всем пока. До новых встреч.